Льготное автокредитование – это государственная программа, которая позволяет казахстанцам приобретать автомобили в кредит по низким процентным ставкам. В 2023 году была разработана пилотная платформа для приема заявок на получение льготного автокредита. Так, 6 февраля текущего года 761 казахстанец зарегистрировал свою заявку в первые 18 секунд. Среди них были и тарасцы. Об этом расскажем в сюжете. По условиям льготного аккредитования стоимость автомобиля должна превышать не более 15 миллионов тенге. Сумма кредита не более 10 миллионов. Первоначальный взнос составляет от 0%. Ставка вознаграждения 4% годовых. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения составляет не более 7,5% годовых. Срок финансирования не более 7 лет. Стоит отметить, что если машина стоит меньше 10 миллионов, то первоначальный взнос отсутствует. А если больше 10 миллионов, то необходимо будет внести взнос. В программе льготного автокредитования участвуют два производителя, четыре марки автомобилей и столько же банков. Как рассказывают в автосалоне, который попал под данную программу и работающий в Таразе два года, от покупателей нет отбоя. При виде модельного ряда у клиентов разбегаются глаза. Это уже не первый транш. Первый транш, если не ошибаюсь, проходил в прошлом году в мае месяце. Сейчас открыли, получается, на той неделе на 761 клиента места, получается. К нам по Таразу обратились два человека. Именно эту модель раскупают как горячие пирожки. Куанышбек Карагбаев стал одним из первых Таразов, кто купил данный автомобиль по программе льготного кредитования. Житель не скрывал своей радости от покупки машины. В ближайшее время он поставит на учет свое авто. В этот день мне удалось подать заявку и спустя почти 10 дней пришел за автомобилем. Я очень рад и счастлив. Сотрудников автосалона я благодарю за обслуживание. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее на ежемесячной основе. Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в мае прошлого года. На ее реализацию банком второго уровня было выделено 100 миллиардов тенге. Валихан Толгатов, Руслан Санныбаев, Айконакпарад.